Владелец домика на дереве Боб живет в другой стране. И дом находится в 20 километрах от деревни и других людей. Вот почему Боб установил на дверь специальный цифровой замок. Когда Генри забронировал жилье, Боб дал ему шестизначный пароль. Но Генри его потерял. Вот подсказка. М80. Можете помочь парню с кодом. Эти символы зеркальные. Разделите их на части и получится код 1133CC. Ребята открыли дверь. Но как только Мия вошла в гостиную, она очень испугалась. И попросила Генри вызвать полицию. Почему? Домик находится в глуши. Кто же тогда зажег свечи и разжег огонь в камине? Ведь дом был заперт. Генри проверил все комнаты, но ничего не нашел. А вы? Есть какие-нибудь идеи, кто бы это мог быть? Окно открыто. Кто-то забрался в дом до прибытия ребят. И теперь этот кто-то прячется под кроватью. Видите? Наши герои вызвали полицию. Офицеры пообещали прибыть через час. Мия решила принять душ. Когда она вернулась в гостиную, то поняла, что Генри исчез. Мия обыскала сад, затем проверила все комнаты в доме и снова вернулась в сад. Но ей не удалось найти никаких зацепок. Можете ей помочь? Горячая ванна была открыта, когда Мия начала свои поиски. А теперь она закрыта. Очень странно. Мия шла по саду. Вдруг из ниоткуда выскочил мужчина в маске и толкнул ее. Мия наступила на ловушку и упала в глубокий колодец. Она закричала. «Пожалуйста, помогите мне выбраться!» Никто не ответил. Но у Мии зазвонил телефон. Человек в маске предложил ей сыграть в игру. Иначе ей придется остаться в колодце навсегда. Вот первая загадка. У меня есть поводок, но я вовсе не щенок. И сорвавшись с поводка, улетаю в облака. Что я? Мия сразу же угадала. А вы? Правильный ответ – воздушный шарик. Вот второй вопрос. Сеть плиту, но не рыбак. Ниток не держал в руках. По тонкой нити я хожу, но чаще я в углу сижу. Кто я? Уже догадались? Это паук. И последний вопрос. Из бриллиантов ожерелье засверкало на деревьях. Утром посмотреть пойдешь, а ожерелье не найдешь. Что это? Можете помочь Мии? Правильный ответ – звезды. На дне колодца открылся люк. Мия прошла через него и попала в жуткий подвал. Там она обнаружила три двери, но за каждой таилась какая-то опасность. За первой дверью спал огнедышащий дракон. В коридоре за второй дверью было полно проводов под высоким напряжением, а за третьей дверью ее поджидал вампир. Вдруг на экране телефона девушки появилось сообщение. Поспеши, скоро стены сомкнутся и раздавят тебя. Какой путь выбрать Мия? Ей нужно подождать, пока стены не окажутся достаточно близко, чтобы отпугнуть вампира этим колом и пройти через третью дверь. Когда полицейские прибыли в домик на дереве, они обнаружили Мию и Генри на крыльце. Генри только что очнулся. Грабители подсыпали ему в кофе снотворное. Офицеры обыскали все вокруг и нашли несколько улик. Они пришли к выводу, что преступники планировали покинуть страну на поезде. Но никто не знал, как они выглядели и сколько их было. Поэтому на вокзале полиция остановила четырех подозрительных пассажиров, чтобы проверить их багаж. Как думаете, кто не виновен? Зачем лысому мужчине шампунь? И у этого, якобы слепого, есть фонарик. У этого парня три зубные пасты, но ни одной зубной щетки. Похоже, только четвертый парень не преступник. Три друга жили рядом и часто встречались, чтобы вместе выпить кофе. Их звали Мистер Синий, Мистер Красный и Мистер Белый. Однажды они заметили, что под пальто у них надеты рубашки разных цветов. Красная, синяя и белая. Мистер Синий сказал, «Мистер Белый, ты заметил, что мы все носим цвета, которые не подходят нашим именам?» Мужчина в белой рубашке ответил, «Да, ты прав». Можете определить, какого цвета была рубашка на каждом из друзей? Мистер Синий может быть одет только в белое или красное. Но мы уже знаем, что кто-то другой носит белую рубашку. А значит, Мистер Синий может быть одет только в красную рубашку. Мистер Белый может быть одет только в синюю или в красную рубашку. А красная рубашка уже занята. Итак, Мистер Белый в синей рубашке, а Мистер Красный в белой. Таксист движется по дороге с односторонним движением в неправильном направлении Полиция замечает его, но даже не пытается остановить Почему? Таксист идет пешком Если лед нагреть, он растает Но если нагреть меня, я затвердею Что я? Яйцо Вы покупаете это, чтобы есть, но никогда не едите Что это? Тарелка Однажды вечером Мила шла домой Было уже одиннадцать, и ей нужно было пройти через небольшой парк перед домом Неожиданно она услышала позади себя шаги Кто-то схватил ее сумку и убежал Девушка вызвала полицию, и полицейские опросили четверых подозреваемых Женя сказал, что выбирал наряд на вечеринку Карина была дома и готовилась к итоговому экзамену Андрей сказал полиции, что смотрел на птиц в парке Нина была на занятии по йоге После допроса полицейские поняли, кто преступник А вы? Это Андрей В одиннадцать вечера слишком темно, чтобы рассматривать птиц Макс оставил на столе в своем домашнем кабинете папку с важными документами И отправился на деловую встречу Вернувшись, он обнаружил, что документы пропали У него было трое подозреваемых Его брат сказал, что плавал в бассейне с тех пор, как Макс ушел Он ничего не видел и не слышал Повар сказал Завтра у нас праздник, я готовил еду Охранник сказал Максу Я все время был на улице, проверял, есть ли в саду мыши Кто знает, где документы? Их украл охранник В его обязанности не входит борьба с грызунами На перекрестке в маленьком городке произошел несчастный случай Виновный в аварии водитель сбежал с места преступления К счастью, нескольким свидетелям удалось описать машину Полицейский отправился к подозреваемому домой Там он увидел машину, полностью подходящую под описание Но владелец утверждал, что весь день провел дома Полицейский тут же понял, что подозреваемый лжет Как? Он потрогал капот Двигатель недавно работал и был все еще теплым Борис и его жена Соня решили отправиться в горы Борис купил обоим билеты в оба конца И пара отправилась в путешествие На третий день Борис и Соня шли по сложной тропе высоко над землей Они начали спорить Соня случайно потеряла равновесие и упала со скалы Боре ничего не оставалось, кроме как вернуться домой одному Вернувшись, он позвонил в полицию и сообщил о случившемся Его арестовали Почему? Обо всех происшествиях нужно немедленно сообщать местной полиции Борис потерял кучу времени на возвращение домой И только потом сообщил властям, что произошло Вы идете по железнодорожному пути Неожиданно вы замечаете скоростной поезд, несущийся в вашем направлении Вместо того, чтобы сойти с пути, вы бежите навстречу поезду В последний момент вам удается отпрыгнуть в сторону Почему вы так рисковали жизнью? Когда вы заметили поезд, вы шли по мосту Вы не могли отойти в сторону сразу Поэтому вам пришлось бежать к ближайшему месту, где можно было свернуть На постройку самой высокой в мире башни ушло пять лет Каждый год строители увеличивали ее высоту в два раза Сколько лет ушло на то, чтобы башня стала вдвое выше, чем есть сейчас? Четыре года Если строители ежегодно удваивали ее высоту, башня должна была достичь половины своей высоты за год до окончания строительства Однажды Даня нашел монету, на которой было написано «Десятый век до нашей эры» Он понял, что это очень старая и ценная вещь Довольный и взволнованный он отнес ее эксперту Но специалист не захотел даже взглянуть на монету Он сказал Дане, что это подделка Как он понял это так быстро? Люди, жившие до нашей эры, не могли знать, что наступит другая эра Поэтому они просто не оставили бы на монете такую надпись Венди и ее подруги из колледжа решили найти работу, чтобы заработать деньги на эпическую поездку в Азию во время летних каникул Венди скачала специальное приложение для поиска работы Венди заполнила свой профиль и сразу получила три предложения работы Джошу нужна была помощь в кофейне, потому что его барист уехал в отпуск Тина была готова дать Венди работу на своей пасеке А Дилан предложил хорошие деньги за мойку машины Какую работу выбрать Венди? На пасеке есть летающая кошка, так что там не совсем безопасно Эта машина не принадлежит Дилану Взгляните на фотографию, висящую на стене заправки Машина украдена и Дилан вор! Лучший выбор это кофейня Венди пришла в кофейню и сразу же увидела что-то очень странное Вы тоже это видите? На полке с выпечкой стоит блюдо с рыбой Новый босс Венди Джош сказал Это была шутка, чтобы проверить, насколько ты внимательна Джош дал ей фартук и велел приниматься за работу Но Венди вернула ему фартук, потому что была уверена, что Джош снова ее разыгрывает Почему? Взгляните на логотип кофейни и логотип на футболке Джоша Они не совпадают с логотипом на фартуке Венди Парень опять бросил вызов ее внимательности В кофейню вошла группа студентов Венди очень нервничала, потому что они были ее первыми клиентами Она спросила, что бы вы хотели заказать? Студенты решили поиграть с Венди в игру Один парень показал Венди эти два эмодзи Какое блюдо он хочет заказать? Картофельное пюре Застенчивый студент показал Венди эту комбинацию Подскажите, Венди, что он имеет в виду? Рыбные пальчики Четверо друзей из этой группы студентов Заказали малиновый чай А два оставшихся заказали разные напитки Роб взял стакан лимонада А Рози двойной эспрессо Ребята выпили чай А через пять минут им стало очень плохо И они упали в обморок Венди вызвала скорую помощь Она подозревала, что за этим стояли Рози и Роб Поэтому девушка спросила их, почему они заказали другие напитки Роб сказал, что пил лимонад, потому что у него аллергия на ежевику А Рози сказала, что прошлой ночью не спала И ей нужна была доза кофеина Кто лжет? Роб У него аллергия на ежевику Но ребята пили малиновый чай В конце рабочей смены Венди Отправилась в подвал кофейни Чтобы проверить запасы питьевой воды Вдруг дверь за ее спиной захлопнулась И девушке пришлось искать другой выход Венди прошла по страшному тоннелю и видела три двери За первой дверью находились мощные ультрафиолетовые лампы За второй дверью сидели разъяренные собаки А тоннель за третьей дверью был охвачен огнем Какую дверь выбрать Венди? Третью Она может взять несколько больших бутылок с водой и потушить пламя На следующий день Венди получила задание Доставить несколько книг Когда она прибыла по нужному адресу То увидела здание с металлической дверью Дверь была заперта Но рядом с кодовым замком лежала записка Там было написано Роза, ромашка, алоэ, подсолнух Можете помочь Венди разобраться с паролем Вот подсказка Одно слово в этом списке отличается от остальных Какое? Алоэ Это не цветок Венди вошла в здание Посылку забрала симпатичная пожилая леди Она предложила Венди больше чаевых Если девушке удастся разгадать загадку Облако – моя мать Ветер – мой отец Мой сын – прохладный ручей А моя дочь – урожай Радуга – моя постель Земля – мое последнее пристанище А я всех раздражаю Кто я? Поможете Венди заработать чуть больше денег? Правильный ответ – дождь Венди получила задание Организовать концерт в джаз-клубе Там она познакомилась с шестью музыкантами И у всех у них были татуировки на плече Они предложили Венди угадать Кто последний присоединился к группе Поможете ей решить эту головоломку? Ребята используют буквы в алфавитном порядке A, B, C, D, E Итак, этот барабанщик – самый новый участник группы Потому что у него татуировка с буквой F Босс Венди дал ей конверт с деньгами И попросил передать его Дэну Венди спросила Но как я его узнаю? Босс сказал, что Дэн носит красную кепку Венди вошла в концертный зал Там было полно людей И Венди увидела много парней в красных кепках Можете сосчитать, сколько именно? Их восемь Саша пошел в магазин купить кое-что для дома Он спросил у продавщицы Сколько будет стоить один? Женщина подумала и ответила Четыре доллара А сколько будет стоить пятнадцать? Восемь долларов Сбитый с толку Саша спросил А если я захочу купить триста тридцать три? Тогда вам нужно будет заплатить двенадцать долларов Что же покупал Саша? Мужчина покупал номерки для домов План городской библиотеки Однажды городская библиотека Сделала странное объявление Любой читатель мог взять столько книг, сколько хочет И не отдавать их в течение полугода Почему? Библиотека переезжала в другое здание И у администрации было недостаточно денег Из-за плохого финансирования А благодаря этой идее Читатели перенесли бы большинство книг сами Умно Дорожное происшествие Марк очень спешил, потому что опаздывал на важное совещание И вдруг на полпути он попал в ДТП С его машиной было все в порядке Но другой водитель врезался в дерево К счастью, никто не пострадал На место происшествия вызвали полицию Когда приехали полицейские, Марк рассказал, как все было Я ехал быстро, но осторожно Внезапно прямо передо мной выскочила другая машина Мне удалось избежать столкновения Но второй водитель врезался в дерево Когда он увидел мой дорогой автомобиль То начал обвинять меня в произошедшем Потому что это ты виноват Я ехал медленно и обсуждал с женой предстоящий отпуск Ты появился из ниоткуда Полицейские сразу поняли, кто был виноват в ДТП А у вас получится? Виновником оказался второй водитель Он был один в машине Значит, он разговаривал по телефону Что является нарушением Так делать нельзя Заточенный в пирамиде Женя работал археологом И изучал древние пирамиды Однажды что-то пошло не так И он оказался заперт в крошечной комнате Глубоко под землей Через узкий проход, который почти сразу завалило Жене удалось попасть в другую комнату В комнате была еще одна дверь Но она оказалась заперта Чтобы ее открыть Мужчине нужно было разгадать загадку И ввести правильный четырехзначный код Какой код ввел Женя? Каждая цифра кода – это количество пропущенных букв в алфавите Которые стоят между буквами в загадке Так что код 4-3-1-2 Побег из тюрьмы Мужчина сидел в тюрьме на острове Он совсем не умел плавать Но однажды ему удалось сбежать У него не было ни лодки Ни какого-либо другого судна На котором он мог добраться до суши Также между островом и большой землей Не было моста Как ему удалось сбежать? Мужчина совершил побег зимой Когда вся вода вокруг острова замерзла Он просто прошел по льду Красная машина Вова ехал на работу Как вдруг вспомнил, что оставил папку с важными документами дома Около 9 утра он вернулся домой И внезапно услышал звук разбитого стекла А затем увидел, как неизвестный мужчина убегает к красной машине Вова рассмотрел лишь пару цифр номера автомобиля И сразу позвонил в полицию, чтобы рассказать о случившемся Детективы не стали терять времени И тут же отправились на поиски преступника Через 10 минут они заметили около кафе автомобиль Похожий на машину подозреваемого Когда полицейские вошли внутрь Они увидели всего одного посетителя Один из детективов подошел к нему и спросил «Это ваша машина? Где вы были 20 минут назад?» Посетитель ответил «Да, это мой автомобиль Я сижу тут уже больше часа» Полицейский тут же арестовал мужчину Почему? Кафе открылось лишь в 9 утра Мужчина не мог находиться там час Запертая в неворе Однажды Юля загорала в парке и случайно уснула Проснулась она в странной комнате с тремя дверьми Да, их всегда три Не две и не пять, а три Вокруг лежали всевозможные предметы Кирпичи, пустые бутылки, веревки и даже бочка Также на стене висела записка За одной из этих дверей находится лестница Которая выведет тебя отсюда А что скрывается за двумя другими Лучше даже не представлять Юля очень испугалась Но, к счастью, быстро разобралась Как выбраться наружу Что она сделала? Девушка подкатила бочку к каждой из дверей Забралась на нее и проверила, была ли там лестница Она оказалась за одной из дверей, которую и выбрала Юля Так девушке удалось выбраться на свободу Диана-русалка Я серьезно Она живет в океане со своей семьей и друзьями Сможете догадаться, кто из этих русалок Самая младшая сестра, просто глядя на них? Посмотрите на бабушку-русалку У нее на хвосте много морских звезд Это подсказка Каждая звезда символизирует один год жизни Это значит, что вторая русалка самая младшая Ее хвост украшают всего 15 морских звезд Выходит ей 15 лет А двум другим сестрам 18 лет и 22 года соответственно Однажды Диана отправилась на вечеринку русалок Но одна из приглашенных не была русалкой Догадаетесь, кто? Эта акула совсем не похожа на русалку Мама Дианы, Фиона, владеет милым одноэтажным магазином украшений Она пришла на работу рано утром и обнаружила, что самое дорогое ожерелье в магазине украдено Она вызвала подводную полицию На место прибыл детектив Рыбкин и спросил у Фиона, что случилось Я закрыла магазин в 10 вечера и поплыла домой Жемчужное ожерелье все еще было там Детектив Рыбкин выявил трех подозреваемых Владелец соседнего магазина сказал Я закрылся в 8 вечера и сразу после этого поплыл домой Охранник сказал Я был на дежурстве в тот вечер Возможно, вор пробрался в магазин, когда я патрулировал другой этаж А уборщица сказала, что закончила работу в 4 часа дня После чего она поспешила домой готовить вечеринку в честь дня рождения мужа Кто же из них лжет? Охранник В магазине Фиона всего один этаж Он не мог быть на другом этаже здания, когда ожерелье было украдено Там нет другого этажа Диана плавала с дельфинами и выплыла на поверхность океана Внезапно она заметила двух симпатичных парней Сашу и Пашу Оба парня были в беде Кого первым делом должна спасти Диана? Пашу Несмотря на то, что деревянная лодка немного затоплена водой, она в порядке Плюс Саша может вычерпывать воду А вот надувная лодка повреждена и скоро Паша окажется в воде А неподалеку плавает акула Диана спасла обоих парней и доставила их на берег Саша схватил телефон и сфотографировал девушку без разрешения Диана попросила удалить фото, так как русалки не хотели, чтобы люди о них знали Саша сказал Ладно, я удалю Но сначала тебе надо отгадать мою загадку Всюду соленая вода, но море не видать О чем это я? Сможете помочь Диане? Правильный ответ Слезы Вот же он Диана открыла дверь ключом и нашла еще одну дверь, где требовался пароль На двери была записка Кто самым первым входит в дом? Сможете помочь Диане разгадать код? Да, это снова ключ У Дианы не было денег Колдунья предложила ей сделку Если отгадаешь мою загадку, я отдам тебе это зелье бесплатно А если не отгадаешь, то будешь служить не вечно Итак, слушай Две в целом И четыре в паре Шесть в трио И восемь в квартете Тебе надо угадать слово, которое вмещает лишь одну меня Что же я? Диана сразу разгадала загадку и получила свое зелье А вы разобрались? Правильный ответ Половина Диана получила зелье, выпила его и превратилась в человека Чтобы добраться до места встречи, она могла пойти тремя путями Первая тропинка вела через деревню, населенную вампирами Вторая тропинка была покрыта ядовитыми цветами, которые могут свести с ума А третья тропинка вела через заколдованный лес, блокирующий все волшебство И прекращающий действия заклинаний Какой путь должна выбрать Диана? Первый путь самый безопасный Сейчас день и светит солнце Вампиры, скорее всего, спят Паша и Диана встретились в ресторане под названием «Три русалки» Но над входом только две статуи русалок Владелец кафе Виктор прекрасно это знает и может легко все исправить, но не делает этого Почему? Это его бизнес-стратегия Прохожие замечают ошибку, заходят в ресторан, чтобы сообщить об этом владельцу И часто остаются пообедать Федя и Диана отправились плавать Диана хочет попрактиковаться в серфинге А Федя собирается просто отдохнуть на озере Один из них совершает огромную ошибку Вы видите кто? Федя! Знак предупреждает о том, что в реке есть эллигаторы Диана легко может оседлать большую волну во время шторма Паша и Галя отправились на вечернюю прогулку Галя прошлась по магазинам и решила срезать путь через лес А Паша вышел в парк подышать свежим воздухом У обоих впереди разрушенный мост Кто из них упадет? Галя У Паши в руках белая трость, и он поймет, что дно моста перед ним провалилось А вот Галя отвлеклась и смотрит вперед, а не себе под ноги Жора и Марина идут по строительной площадке Марина гуляет с дочкой, а Жора один Посреди тротуара дыра, но ее, кажется, никто не заметил Кто из них двоих в опасности? Жора Дочка держится за мамину руку, а если она упадет, Марина ее вытащит Леня и Саша принимают участие в соревновании по селфи Леня позирует рядом с человеком, упавшим с лодки в неспокойных водах Саша фотографируется на фоне горящего дома Кто поступает глупо? Леня Он единственный, кто может помочь тонущему человеку А на Сашином фото пожарные уже приехали Алиса и Никита проводят время с сыновьями Алиса собирается пересечь оживленную улицу, чтобы зайти в парк Никита показывает сыну луну и звезды Один из родителей совершает большую ошибку Кто именно? Никита Алиса держит сына за руку Никита разрешил своему стоять на перилах без поддержки Таня и Ксюша играли в лесу и наткнулись на ягоды Каждая выбрала себе куст и принялась есть Но одна из них приняла глупое решение Угадайте, кто? Таня Возле куста без сознания лежит птица Значит, ягоды ядовитые Ягоды вымирающего вида растения безопасны Люся и Костя работают в двух разных зданиях Люся сидит снаружи на втором этаже и пытается помыть окно Костя спускается по многоэтажному дому Кто из них в опасности? Костя Хоть он и надел каску, разницы в высоте достаточно, чтобы он пострадал Агата и Роза проводят день дома Агата убирается, а Роза пытается накормить сына Кому из них стоит переосмыслить свои действия? Розе Выключенный из розетки пылесос ничем не опасен А вот кормить ребенка кусочками курицы, используя нож и вилку, не лучшая идея Вова уже готов залезть в дом, где живет собака Карина надевает на дочь куртку посреди дороги Кто из них в большей опасности? Карина и ее дочь Она стоит на коленях и обе не замечают приближающуюся машину Вова же может заметить, есть ли собака во дворе Ян отправился с сыном в аквапарк Толя, пожарный, которого вызвали на работу Ян говорит по телефону, пока мальчик позади него пытается удержаться на поверхности бассейна Толя тушит горящее дерево Кто из них не подумал о последствиях? Ян Он говорит по телефону и не слышит, что его сын в беде Толик тушит дерево, чтобы огонь не захватил весь лес Руфь проводит вечер с внуком, а Адам отправился в поход Руфь заметила таракана и начала обрабатывать квартиру пестицидами Адам наносит на себя дезодорант, стоя у костра Кто из них недальновиден? Руфь Несмотря на то, что Адам распыляет аэрозоль возле костра, он находится на открытом пространстве А вот Руфь с ребенком оказались в закрытом пространстве, заполненном едкими химикатами Сема и Коля находятся на вокзале Сема спускается по перилам эскалатора и делает селфи Коля сидит на платформе, спустив ноги вниз Кто из них в опасности? Коля Сема видит на экране, что происходит позади И даже если он упадет, все будет хорошо Коля отвлекся на телефон и не видит приближения поезда Если он упадет на пути, ему не хватит времени выбраться Последний вопрос викторины Макс принимал участие в телевикторине, и ему оставалось ответить на последний вопрос, чтобы выиграть 50 тысяч долларов Он устал и решил позвонить лучшему другу, Леше, и попросить о помощи Ведущий спросил Что получится, если переставить буквы в слове и краткое? И, х, т, и Страна, город, большая гора или океан? Леша ответил правильно, а вы сможете? Океан Если переставить буквы, получится слово «тихий» Где он прячется? Однажды утром Михаил исчез, и его семья позвонила в полицию Детективы все обыскали и опросили 15 человек Никто из них не врал Сын Михаила, Женя, нашел записку отца, в которой было сказано «Если любишь, найдешь» Женя отправился в офис отца, чтобы найти ответ Осмотрев помещение, он сразу понял, где прячется Михаил А вы угадаете? На стене висит рамка с фотографией отца у хижины И на ней нарисован круг Мужчина прячется там Подводная пещера Саша только что получила сертификат кейв-дайвера И решила потратить вечер на исследование опасных подводных пещер в океане Сворачивая налево и направо, она заблудилась У нее не было времени искать путь назад, и она решила продолжить плыть вперед Наконец она наткнулась на три прохода В первом было 45 голодных пираний Во втором – большая белая акула А в последнем – огромная куба-медуза Какой путь безопаснее? Первый Пираньи – пресноводные рыбы Они не могут выжить в соленой воде Фургон Света поливала цветы у дома Когда заметила троих одетых в черное парней Выносивших электронику из дома соседа Она спросила, что происходит И парни сказали, что они из транспортной компании И помогают с переездом Света сразу же позвонила в полицию Почему? На фургоне не было номеров А транспортная компания перевозит не только электронику, но и другие вещи Побег из тюрьмы Однажды утром детектива Иванова вызвали в тюрьму строгого режима Чтобы выяснить, как троим заключенным удалось сбежать Они не виделись и не разговаривали Но вместе организовали побег Утром, в обед и вечером они ходили в душевую В каждый период времени туда пускали только одного человека Как преступникам удалось договориться избежать? Они писали послания на зеркале Читали их с помощью пара И в итоге спланировали побег Исчезновение на вилле Это были холодные, дождливые выходные Миша, Света, Алина и Леня проводили выходные вместе, играя в настольные игры В воскресенье утром, когда все проснулись, Алины не было Ее искали везде, но они смогли найти Тогда Леня позвонил в полицию Детективы осмотрели помещение и спросили, кто что делал в 4 утра Леня ответил, что ему не спалось И он спустился в игровую, чтобы поиграть в онлайн-игры Миша сказал, что ему тоже не спалось И он отправился на улицу смотреть на звезды Света сообщила, что пошла на улицу вслед за Мишей, чтобы подышать свежим воздухом Тогда детективы поняли, кто из них врет Миша и Света На выходных лил дождь, помните? Проклятая фотография Андрею оставался последний шаг, чтобы стать настоящим детективом Он прошел кучу аттестаций, дойдя до самой важной Он должен был проверить свое внимание к деталям Начальник полиции протянул ему фотографию и сказал Это Миша, у него день рождения, но на этом фото есть кое-что жуткое Андрей понял, в чем дело, за 2 секунды Внутри синего шарика видно руку И как она туда попала? Правильное количество воды Петя решал задачки лучше всех в классе Однажды учитель химии вызвал его к доске, чтобы проверить его интеллект и вдохновить других ребят Он дал Пете три стеклянных кувшина На них не было пометок, только надпись, указывающая на их объем Первый кувшин был заполнен до краев, и на нем было написано 8 литров Второй был пуст, и на нем была надпись 5 литров Третий тоже был пуст, а его вместимость равнялась 3 литрам Учитель попросил Петю распределить воду так, чтобы в одном из кувшинов осталось всего 2 литра Не используя измерительных приборов Петя понял, как это сделать за 4 секунды Сначала нужно доверху наполнить 5-литровый кувшин Потом надо перелить воду из него в 3-литровый, пока тот не наполнится В 5-литровом кувшине останется 2 литра